Привет, все мои хорошие! Так, ну что, мне очередной тег передали, что мне очень сейчас стало нравиться. Если честно, мне очень нравятся эти теги, потому что я так бы отвечаю на вопрос, рассказываю про свою жизнь. Может, где-то кому-то подсказку какую-то в жизни поддаю. Вот, так что с удовольствием отвечаю на все теги, на все эти вопросы. Этот тег мне передала Прованс-Аллочка, 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 Аллочка, Прованс-Аллочка. Это влогерша живет во Франции, довольно-таки давно уже, всегда буду, как всегда, пишу ссылочку. Я уже, кстати, об этом влогере говорила, рассказывала, что очень много у него рос, очень красивый сад, так что, кто уже смотрел мои предыдущие видео, тот уже, может быть, исходил в гости к Аллочке. Вот, так что, как называется тег? Тег называется «Откровение блогера-иностранца. Все, что было и как есть». Так, здесь вопросов 10. Вопросы я не стала даже читать, не буду подготовиться, ничего, потому что уже несколько раз так получалось, мне кое-какие там планировала видео делать с подготовками. На такой бред получался, так что я предпочитаю быть неподготовленной, отвечать, говорится, таким вот образом. Как есть, так есть. Так, все, начинаем. Ой, 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 вот он. В какой стране... Первый вопрос. В какой стране и как долго вы живете? Я живу во Франции, кто уже меня знает, кто уже смотрит, кто нет, кто новые смотрит мои видео, новые люди. Я живу во Франции и живу я здесь 2005 года. Получается, в ноябре 2018 будет 13 лет, как я живу во Франции. Второй вопрос. Что послужило причиной приезда? Было ли это исполнение мечты или так сложилась жизненная ситуация? Что послужило причиной приезда? Это точно не мечта была. Никогда не мечтала уехать из России. Не было мне такой мечты. Никогда, никогда там учить какой-то иностранный язык, чтобы уехать. Хотела, я учила иностранные языки для того, чтобы общаться. Я планировала работать в такой сфере, чтобы языки мне в жизни пригодились. Но чтобы уехать куда-то за границу, никогда. Не планировала, не мечтала. Но так получилось, как говорится, жизненная ситуация. Приехала как девочка у первого Франции. И так вот получилось, что, говорится, и осталась. Вышла замуж и осталась. Вот. Третий вопрос. Как проходила адаптация к новым условиям? И может ли вы сказать, что новая страна стала вам действительно второй родиной? Адаптация проходила просто прекрасно. Я не болезненна, ничего, никакой ностальгии у меня не было по России. Никаких слёз, никаких там разочарований жизненных, что мне там здесь так настолько всё плохо, я лучше в Россию бы уехала. Нет, этого ничего у меня не было. Я прекрасно адаптировалась. Я тут же пошла работать, говорится, с тремя французскими словарными, говорится, моим запасом. Пошла, нашла работу. Мои тиски везли, делала, получается, резюме моё везде разыслала. Я не знаю, что там сотнями, сотнями, сотнями. Одну местную работу мне предложили, я согласилась. И как бы всё так пошло-пошло-пошло по течению. Я общалась, у меня было очень много знакомых. Общалась на пальцах, говорится, общалась. Очень много было знакомых французов, которые мне очень помогли хорошо адаптироваться во Франции. Мне попадались только замечательные люди. Было там единое-два, нет таких не очень приятных людей. Но я их как бы быстро забывала, потому что у меня всегда было только всё хорошие люди на моём жизненном пути. А можете ли вы сказать, что новая страна стала вам действительно второй родной родиной? Могу сказать. Это да. Это моя вторая родина. Даже, как сказать, моя родина, получается. Ну, первая родина, в которой мы родились, правильно? Ну, это моя вторая родина. Это родина моих детей, где я себя очень прекрасно чувствую. Никогда не жалела о том, чтобы я уехала из России. Ни дня я об этом не жалела. Ни дня. Потому что я здесь себя прекрасно чувствую. Я всегда говорила и говорю, что мне здесь хорошо, у меня здесь всё. Это моя семья здесь. Моя семья, мой дом. Как бы мне здесь, говорится, и помирать. Четвёртое. Знали ли вы язык страны до переезда? Если нет, то каким образом, как быстро вы его выучили? Знала три слова. Bonjour, avare и уже не помню ничего. Если ли вы плей, наверное, да? Это получилось. Здравствуйте, до свидания и пожалуйста. Всё. Больше ничего не знала. Выучила я довольно-таки быстро. Но я уже говорила, что как бы новым людям, кто пришёл, я объясняю ещё раз, говорится. Мне это не напряжно объяснить, так как я отвечаю на вопросы. Вот. Язык я выучила. Я бы не сказала быстро, потому что я его до сих пор учу. Я до сих пор его учу. Ну, каждый день, как говорится, новые понятия, новые правила. И каждый раз что-то новое я изучаю. Я уже, как говорится, сколько здесь получается лет? 2015. 13 лет, как я только посчитала. 13 лет будет в ноябре. И 13 лет я учу этот язык. И мне кажется, я его никогда идеально не выучу. Это просто нереально. Ну, а то, что базу получила небольшую, с которой я могла уже идти работать и более-менее изъясняться, и разговаривать, ну, я думаю, меньше годно на это получилось. У меня как бы на это всё. Ушло. Ну, всё, потому что я очень много общалась. Я себя пересилила. Даже если меня никто не понимал, я всё-таки там болтала, 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 болтала. Очень много читала и слушала радио. Вот так вот. Это самое идеальное. Такие слова не знала. Когда интересно, я часто записывала их. Потом я искала в словаре. Словарь был всегда со мной. Таким образом, как бы я, ну, учила французский. Пятый вопрос. Есть ли у вас друзья из местного населения, и каков основной круг общения здесь? Есть. Я этому подружала, с ней он очень интересен. Или я этому человеку очень интересна. Вот, и всё. И как бы, ну, из-за детей. Очень много, конечно, во Франции дружбы, организм, как получается, складывается. Когда дети идут в школу. Идут дети в школу, и начинается новый круг общения. Начинается приглашение между детьми на день рождения. На какие-нибудь там ещё праздники. Как бы родители общаются. Вот, понимают, что они, как бы, у них есть чем, ну, что-то общее, что-то интересное, совместное. И, как бы, начинается приглашение на аперитивы, на ужин, на всё остальное. Таким образом завязывается дружба. Вот. Ну, а когда, конечно, нет детей. Ну, вот, как я жила до того, как переехать сюда, в наш город. В другом городе я жила, в горах. Там, конечно, совсем по-другому завязывались отношения. Там по работе коллеги были. С коллегами дружили, с коллегами ходили, говорится, в бары, дискотеки, рестораны и всякие другие вечеринки. Там, не знаю, ну, где я в деревне жила, там, говорится, театров всего этого не было. Там были только бары, дискотеки, что там ещё было, в рестораны. Ну, в принципе, кино было внутри, три ряда сидений, всего, всего-навсего. Вот, так что, да, к чему, да, опять возвращаюсь. Так что, да, у меня очень много друзей. Я бы сказала, большая часть, именно основная часть, это именно друзья местного населения, французы. Шестой вопрос. Чему научила вас за границей? Чему научила меня? Да, я думаю, ничего, она мне больше эта жизнь за границей не научила. Чему научила мне Россия, говорится, выживать, вбиваться, пробиваться вперёд. Я этому научилась уже в России. А здесь? Только, наверное, языкой научила за границей новому. А так, ничему мне новому эта страна не научила совершенно. Какой у меня был характер такой пробивной и упрямый. Такой, говорится, и остался вперёд из песни. Так это про меня всегда было, есть и будет. Седьмое. Что нравится вам новой стране больше всего? Что приятно удивило. А к чему вы до сих пор не можете пробивнуть? Что больше всего не нравится? Что нравится новой стране больше всего? Да всё мне здесь нравится. Прям странно. Мне кажется, всё мне здесь нравится. Нравится то, что французы очень, как сказать, пулия, воспитаны, так скажем. Ну да, воспитаны. Даже если, пускай это будет наиграно, там, здравствуйте сказать, поздороваться, спать, как дела. Пускай это будет наиграно, но зато это приятно, согласитесь. Мне лично приятно, когда мне человек, даже если наиграно скажет, здравствуйте, как дела? Чем вообще ничего не скажет, скрутит морду баранкой, как говорится, и всё, и мимо пройдёт. Так что всё мне здесь нравится, всё. Что приятно удивило, то, что удивило. И да, что меня удивило во Франции, ну это уже, как говорится, по протяжении многих лет, то, что когда я попала на рабочую, по рабочей травме, я была уволена. Так здесь к этому очень хорошо относятся к инвалидам, хоть даже с мини-мини инвалидностью. За меня просто взялись, говорится, вот вытрусили с меня всё, что могли, в том смысле, что мне идут же и на учёбу отправили на разные-разные-разные учёбы. Что меня очень удивило, как относятся к инвалидным, ну людям, которые на инвалидности, даже на маленькой инвалидности, как у меня. Вот это меня очень удивило. А к чему вы до сих пор не можете привыкнуть? К чему я не могу привыкнуть? Наверное, к тому, что я не могу пойти, постучаться к соседке и сказать, а тебе соль есть? Главное, вот этому я не могу привыкнуть. Не то, что не могу привыкнуть, в принципе, я привыкла. Нет, на мне, скорее всего, это то, что меня удивляет, не удивляет, не нравится, наверное, то, что у меня во Франции. К чему я не могу привыкнуть? Господи, да я не знаю, к чему не могу привыкнуть. Мне кажется, я уже ко всему привыкла, ко всему адаптировалась. Я же говорю, мне это уже вторая страна моя стала, вторая родина. Как будто я всю жизнь здесь и жила. Нет, даже не смогу на этот вопрос ответить. Так, что больше всего не нравится? Господи, я не знаю, я, наверное, так довольна этой страной, знаете, как я Россию не люблю обгаживать. Так же я и Францию не люблю обгаживать. Не то, что здесь уютно, мне здесь хорошо, мне здесь все нравится. Так же, как и в России, в свое время, когда я жила, мне все было нравилось. Мне все нравилось, я все любила. Вот, я не знаю, как я могу что-то не любить в этой стране. Потому что эта страна, так же, как Россия, в свое время мне дала убежище. Ну, как в России, мне, говорится, родили родители, выучили. Россия мне, говорится, дала обучение. А Франция мне дала обучение. Россия мне дала, говорится, дом моих родителей, точнее, где я жила под крышей. Пускай это как-то не государство, но все-таки это моя родина, правильно? Здесь тоже я смогла себе позволить себе построить дом с моим мужем. Говорится, жить нормально я могу себе позволить. Но мне здесь нравится, так же, как и в России. Одинаково мне нравится. Так что я не знаю, ни к чему я не могу не ждать. Все мне нравится, все. Самые любимые блюда местной кухни. А что вы до сих пор не можете заставить себя попробовать? Самые любимые блюда местной кухни. Шукрут. Соленая такая тушеная капуста. Ну, так что она на нашу российскую похожа. Я люблю капусту тушеную, обожаю. Так и здесь. Вот это шукрут, это получается капуста маринованная, тушеная так хорошо. С этим, с колбасками, с разными, с картошечкой, с мясом. Вот это я обожаю, обожаю. Что вы до сих пор не сможете, не можете заставить себя попробовать? Лягушачьи лапки. Я уже все перепробовала. Лягушачьи лапки так и не могу рискнуть. Хотя мне там уже подружки разными соусами предлагали. Обманными, говорится, образом. Я не могу. Я не могу себя пересильтой сделать. Я хотела как-нибудь вам снять видео и сделать. Я ему даже как-то, говорится, говорила, что попробую. Купить лягушачьи лапки, приготовить и слопать. Не могу. Вот не могу я себя пересилить никак. Вот это единственное, что не могу сделать. Видимо, что не знаю. Не знаю даже почему. Не могу объяснить. Восьмой вопрос. А нет, это был восьмой. Так, девятый. Какой бы совет вы дали тем, кто только мечтает, планирует переездить в другую страну? Знаете, я бы, наверное, дала бы такой совет. Как я, по какому я, в принципе, здесь жила и живу. Ну, также я, может, из-за этого я так хорошо адаптировалась здесь и, может быть, мне легко здесь живется из-за этого. Я не знаю. У меня был всегда такой принцип. Я приехала в чужую страну. Я все начинаю здесь с нуля. Даже с моим экономическим пятилетним образованием я начинала с нуля. Так же, как и в России в свое время начинала с нуля. У меня не было образования российского. Я шла, работала. Пока училась, я работала, подрабатывала. Так же во Франции. Я приехала во Францию, у меня нет французского образования. Я не кичилась там, не выпендрилась. У меня есть мое пятилетнее образование экономическое. Я ничего другого делать не буду, как только хочу вот мою сразу, там, не знаю, супер-пупер работу. Нет, я этим никогда не кичилась. Я этого не делала никак бы, ну, как бы не выпендрилась, так скажем. Я шла и работала. Моя первая работа во Франции была мясником. Мясником. Вот так вот. Потом я была кассиршей, потом у меня было в супермаркете, потом я работала, меня перевели с кассы на отдел, холодный отдел, начальником холодного отдела. Потом, там все эти холодные, ну, где, знаете, холодильники. Все, что холодильники, то была я одним начальником этим всем заведовала, всеми там девчонками, мальчишками командовала. Потом, а потом-то что я делала? Я была бухгалтером, правда, недолго, быстро убежала из бухгалтера, из бухгалтерского кабинета, долго мне не хватило. Я была агентством по недвижимости, я была... Готовила заказы на магазинах, поднимала большие тяжелые мешки и коробки. Так что я ничем, мне говорится, не брезговала, я шла и работала. Вот так что... И, может быть, из-за этого, ну, я себе сдала, как-то, такую установку. Я в чужой стране, я начинаю здесь с нуля. С нуля. Вот, так что я, говорится, пошла под тем же этапом, под тем же, говорится, лестничком, потихонечку, потихонечку, как в свое время начинают все в России. Потихонечку, потихонечку. Так же я. И я сейчас добилась, говорится, дошла от того, говорится, ну, еще, конечно, там, хотелось бы еще выше. Ну, посмотрим, говорится, время покажет. В данный момент я устала от всего, я хочу остаться, где я сейчас есть. Вот. Вот, мой сейчас данный уровень, это то, что я работаю в кабинете, как сказать, разыскиваю материальную помощь людям. Мне работа интересна. У меня работа, говорится, не пыльная, так скажем, не напряжная, не нервная, спокойная. Вот, так что я очень-очень, как бы, довольна своей работой на данный момент, как у меня есть. Вот. И к тому, да, опять же, возвращаюсь, какой бы совет дали это. Адаптируйтесь к стране, где вы живете. Не надо приезжать, как говорится, пальцевером, как там, так, так, пальцевером, как там, сопли пузырем. Так правильно говорят? Подтвердите, я говорится, уже некоторые фразы, некоторые, не знаю, как правильно говорила, а не говорила, не помню, не буду вам брать. Некоторые фразы, которые мы не употребляем, знаете, в жизни постоянно, как бы, ну, они уходят из головы. Вот, так что из-за этого, если что неправильно говоришь, извиняйте, поправляйте. Я не обижаюсь, мне очень нравится, что меня поправляют. Я это люблю. Вот, так что же говорю, совет один. Никаких там этих распорок. Ну, не получается с вашим дипломом. Ну, господи, ну, значит, идите работайте, учитесь, я не знаю, что-то делайте для того, для того, чтобы, говорится, получалось то, что вы планируете. Не надо просто говорить, я не пойду, я не буду этого делать. Ну, не делайте тогда. И тогда на жизнь не жалуйтесь. Правильно так разобраться? Адаптируйтесь, принимайте страну, какая она у вас есть, подстраивайтесь под эту страну. Вы же приехали в эту страну, правильно, значит, так что вам подстраиваются, а не страны под вас подстраиваются. Это такой мой, кажется, личный совет. Десятый вопрос. Если бы у вас снова была возможность выбирать, остались бы вы там, где живете сейчас, или выбрали бы другую страну для проживания? Я бы, наверное, осталась таки во Франции, потому что другую страну для проживания. Я не знаю, Италия мне очень... Как бы я не путешествовала еще нигде практически, только вот в Италии была. И Италия мне очень понравилась. Мне очень понравились с людьми, именно люди такие, показать, открытые, веселые, жизнерадостные. Хотя, в принципе, когда я приезжала много лет назад во Францию, приехала во Францию, мне точно так же казались, французы тоже открытые, жизнерадостные, улыбчивые. А сейчас, мне кажется, они такие более закрытые, хотя мы на юге живем. Но, видимо, или привыкаешь уже к этому, и когда приезжаешь в другую страну, видишь только позитивное, я не знаю. Вот. Ну, нет, наверное, я бы осталась здесь сейчас съесть. Во Франции, как бы, я себя чувствую защищенной. Я не знаю, как происходит в других, в той же Италии, там, не в Испании, в странах. Здесь и страховка хорошая, и защищенной. Во всем себя чувствуешь, во всем. Так что, я бы осталась во Франции. Другой, по-моему, не знаю, выбрала бы я или нет. Хотя, может быть, выбрала какую-нибудь англоязычную страну, потому что английский язык все-таки проще, чем французский. Только, наверное, из-за этого. Так, да, кому я передаю эстафету? Хотелось бы мне, наверное, передать эту эстафету Светлане Франс и Елене Франс. Вот, девчонкам, мне бы хотелось бы их тоже, как бы, послушать. Мне очень интересно послушать их ответы, если, конечно, девчонки согласятся сделать этот тег. Вот. Кому следующему? Кто у нас свежим? А, она со свежим взглядом, стилист Ланочка. У нее, как раз, будет свежий взгляд на Францию. Может быть, еще розовые очки, как бы, еще не сняты будут на Францию. Ну, не знаю, прямо вот интересно. Либо у нее уже снялись розовые очки на Францию, или наоборот, как бы, такие остались. Говорит, взгляд такой же остался. Или, может быть, она, наоборот, не любила сразу, сейчас полюбила Францию. Короче говоря, мне интересно тоже. Так что, эту эстафету я также передам и Лане, стилисту. Вот думаю, кому еще? Елена, Елена Мулина. Так что, тоже ей передам эту эстафету, так скажем, этот тег. И, в принципе, на это, наверное, остановлюсь. Так уже много, да? Правильно, я уже выбрала, мне кажется. Но я соберу много сразу влогеров, потому что, я думаю, многие могут, ну, некоторые не захотят снимать, не знаю, как лучше я предложу многим, но больше, и будет меньше ответа, чем мало, и вообще не будет ответа, правильно? Вот, так что, такие вот делишки. Все, мой тег, тег. Видите, какая у меня буква Г, Г, с Краснодарского края. Вот, так что, мой тег я заканчиваю. Спасибо, что меня послушали. Если какие-то еще интересные вопросы, я только с удовольствием отвечу. Может быть, кому-то захочется после этого тега развить какую-то тему по поводу Франции, я с огромным удовольствием это сделаю. Вот, так что так вот. Все, мои хорошие, я вас всех целую, я вас всех обнимаю, и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!